Слава Украине! Приветствуем от Полонского! На РФ формируются стрелковые полки. Ну прямо от стрелковых что ли формируют? Нет, конечно. Он бы сформировал, да. Но вот действительно стрелковые, хотя вот обычное обозначение подобных соединений в нынешних условиях это мотострелковые полки. Почему? Потому что стрелковый полк снабжается техникой, соответственно БМП, БТРами, приданными возможно даже танками. Какой-то артиллерии, еще чем-нибудь. И вот, собственно говоря, они мотострелковые полки. Что же касается так называемой России, ну это цирк. У них формируется реально порядка десятка как минимум стрелковых полков. Да. То есть речь идет о том, что технику им никто придавать не будет. Смысла нет. Будут, причем это уже прямо сейчас происходит. Это не когда-то там будут формироваться эти полки неизвестно когда. Они сейчас уже в процессе формирования и некоторые в процессе отправки на фронт. Значит, речь идет о том, что собирается пустое, тупое пушечное мясо. Снабжается стрелковым оружием. То есть имеется в виду где калашниковые, где трехлинейки. Ну то, что там есть под руками. Где может карабин Симонова, кто помнит был такой. Да. Вот. Вооружаются таким вот образом. Легкие пулеметы. Что там можно на руках унести? И гранатометы. РПГ-7. Все. Больше ничего. И вперед на фронт. То есть, в принципе, они формируют вот эти полки из чмобиков. Зеков сейчас гораздо меньше стало. В принципе, вот эту всю банду этого Пригожина. Почти всех их повыбили. Ну там интересно. Это внутренняя у них уже история. Видимо, они гасят самого Пригожина. То есть, от его банды там уже мало что осталось. От этих зеков. Соответственно. Но. Соответственно, вести боевые действия как-то по-другому, чем они вели их в том же Солидаре. И ведут до сих пор в Бахмуте. То есть, тупо волна за волной набегает пушечного мяса. Они не собираются. То есть, вот как они брали это все дело на просто на мясо. Да и, собственно, они по-другому как-то это делать не будут. И поэтому вот формируют именно стрелковые полки. Они, опять-таки, они не формируют стрелковые полки, потому что они не хотят давать чмобикам БТР и БМП. Не поэтому. Просто их банально не хватает. Они есть, но вот они дали морпехам. Морпехи поехали штурмовать Углидар. И морпехи, и БТР, и БТР. Там ПМП были. Извините меня, не БТР. Там были много БМП, несколько танков. Вот оно все там под Углидаром и осталось за несколько дней. Там они, по-моему, 5 или 6 дней провели в таких атаках конкретных. Морпехов корова языком слезала, и БМП корова языком слезала. Кстати, расскажу сегодня по потерям. Там, увидите, будут очень хорошие потери, потому что им наклепали так, что, мама, не горюй. Да. Так вот, под Бахмутом ситуация следующая. Как они атаковали? То есть, как это выглядит? Идет группа от 5 там до максимум 20 человек с какой-то задачей. Причем они заранее знают, расисты, что это группа смертников, что назад не вернется никто из них. Эти дурачки бегут вперед в атаку, а вось что-то там мы захватим. В 99% случаев получается, что их просто либо артиллерии, либо минометом, либо и стрелковым тупо погасили, и все там остаются, а по их трупам бегут уже следующие, точно такие же. Единственная разница с предыдущими днями, следующая, раньше это были в основном зэки, теперь это бегут, в основном чмобики. Но расходы абсолютно такой же, уничтожение мяса абсолютно такой же. Путин продолжает ликвидировать мужское население собственного государства. Ну почему он это делает? Это второй вопрос, это не вопрос этого ролика, но как он это делает, мы тупо видим, потому что ничего лучше, чем делать мясные атаки, но до него не доходит, или до его этих генералов, офицеров. Что интересно, что офицеры никогда не ходят в атаку, ни вместе с зэками, ни вместе с чмобиками. Дурачки бегут в атаку сами, и сами, собственно говоря, гибнут. Офицер формирует следующую группу из дурачков, дурачки отправляют их, как говорится, на шторм, и пока эти добегают, уже следующих. И вот таким вот образом происходит конвейер по утилизации мужского населения, так называемой России. Но россияне не протестуют, им, видимо, это нравится, значит, побольше стрелковых полков. Полковник Стрелков, видимо, будет сильно доволен. Слава Украине!